Мастер-класс на две темы, которые связаны. Работа с весом, причем не обязательно лишним, может быть, с недостаточным весом. Так вот, уже бывает часто. Режим, наверное, надо бывает. Первая. И второе – эмоции. Управление своими эмоциями. И эти две вещи, как вы понимаете, связаны напрямую. Ну да. Еще не понимаю. Еще не понимаю? Я еще не понимаю. Окей. Сейчас пойдем. Ну, потому что, если совсем вкратце, эмоции сейчас не в этих эмоциях заедают. Мне сейчас плохо, меня кто-то обидел, разозлил. Хоть какую-то. Там, прихожу домой, да. Ну, я не ваша ситуация, а чью-то. Давайте только поговорим все говорить. Кто-то один говорит. Хорошо? Приходят все домой. Дети, муж, все надоели, все взлят. Ну, например, да. Опять эта работа дурная, все плохо в жизни. Негативные эмоции. Надо их заесть. Какое-то удовольствие в жизни. Кстати, то, что я буду говорить по поводу снижения. Источность, да, наоборот, работает по праву снижения. С точностью, да, наоборот, можно применить для того, чтобы понять снижение. Окей? Вы увидите так. И я занимаюсь снижением. Ну, все слышали, что это? Не все. Ну, почти все. Это такое сокращение из тревогов. Лучше его не расшифровывать, потому что название неудачное. На мой взгляд. Лучше рассказать, чем он занимается. И не рассказать, а показать чай. Ну, вначале я все-таки рассказать пару слов. МЛП – это эффективная стратегия в любой области. То есть, вот, МЛП возникло 40 лет назад, когда несколько специалистов в этой области решили посмотреть, как другие люди, ну, это начиналось с психологии, как другие психотерапевты, гениальные психотерапевты того времени, у них получается получить результат у клиента за короткий срок. Короткий – это две-три встречи. Пять. Не полгода, не год, когда вы ходите, допустим, у вас проблема с лишним весом, вы хотите это изменить, вы ходите к психотерапевту. Пришли на один сеанс, на второй, на третий. Когда вы прошли сеансов пятьдесят, вам говорят, ну что, вы прошли вступление. Знакомо? Так вот, в этом вступления нет, есть действие и работа. И обычно, если я работаю с человеком больше пяти раз, то я думаю, что это не то. То есть, все очень эффективно, конкретно, четко, ясно руководство, конкретное действие, без слов в воздухе. А мне приходит клиент, начинает рассказывать какие-то там вещи, говорит, говорит, начинает рассказывать свое детство, а когда у него это началось, а как он видел свою маму в каком-то литом виде, там, в душе, в три года. Начинает такие... И я восстанавливаю, говорит, стоп, я не психолог. Я психотехнолог, не психотерапевт. Работают те, вот я там рассказывал за цены, да, те шашечки для них. Ты что хочешь? Узнать, почему у тебя это? Ты хочешь выплеснуть и рассказать, или ты хочешь получить результат? МЛП направлен на результат. Причем результат за кратчайшее время. Как вы получите кратчайшее время? Пошаговая, четкая инструкция, делай раз, делай два, делай три, проверю, он многократно работает. Вот когда он работает, это превращается в технику. То есть оно бит, это можно увидеть как набор техник. Такое руководство будет вкладаться и нашим телом, нашим мозгом. У каждого из нас три тела. Ну, если совсем упростить, да? Больше семь, на самом деле. Три. Возьмем. Знаете, какие в целом я говорю, нет? Физическое. Физическое. Чувствует что-то, двигается как-то. Какие-то там, ну, ощущения, прикосновения, например, да? Переживания, голода, сытости. Сейчас поработаем с этим, кстати. Это физическое тело. Второе тело эмоциональное. Эмоции. Что мы чувствуем? Мы чувствуем эмоцию. Злость и раздражение или радость, спокойствие. И они между собой связаны, эти тела. Поэтому мы здесь собрались, чтобы эти тела не заняться. Есть третье тело. Это ментальное. Как мы мыслим. Как мы думаем. Это тело тоже. Связано с двумя другими. От того, как мы думаем, зависит все в организме. И вот оно и работает с этими тремя силами. Техниками. Конкретными техниками. У меня есть некоторые негативные эмоции. Я хочу ее изменить. На позитивную. Например, меня кто-то разозвел объем. Там, не знаю. У меня... Ваши машины много достаточно в Израиле. Кто-то подрезал. Кто-то там накричал. Кто-то... Ну, не важно. Особенно, если это близкие делают. Да? Какое-то непрелестное. Тогда много обид, много злости, раздражений. Когда этот человек неизвестно, не знакомый. Ну, ладно, хорошо. Если это забыли. А вот когда близкие родители иногда или дети. Вот когда ребенок, там, сын, дочь делает что-то такое. Особенно, если взрослый, да? Надолго сохраняется эта обида. Эту обиду надо заесть. И поехали. Поэтому все начинается на самом деле с ним. Эмоции. Или нет и есть. Да? Тоже самое. На самом деле, что такое эмоции? У каждого из нас есть такой сосуд, он как построит это, который наполняется эмоцией. Мы постоянно что-то переживаем, правильно, в эмоциональном деле. Мы чувствуем радость, мы чувствуем злость, мы чувствуем обиду, спокойствие. Разные состояния эмоциональные. Мы постоянно переходим из одного в другое. Вот сейчас задайте себе вопрос. Какое у вас сейчас эмоциональное состояние? Сосредоточенность. Ок. Еще какое? У кого еще? Сосредоточенность. Сосредоточенность. Еще какое? У кого? Внимание. А эмоциональное состояние? Любопность. Отлично. Еще. У кого какое эмоциональное состояние? Обратите внимание, как нам сложно назвать эмоциональное состояние. Нас это переучили, да? Естественно, я вот что думала, тут же ты выйдет. Вот я только подумала. Раз, сказали. Второе подумала. Раз, сказали. Вот это интересно. У нас коллективное бессознательное здесь присутствует. Эмоции. Эмоции. Вот когда вы чувствуете боль где-то, физическую, да? У меня болит мизинец левой руки. Я четко могу определить, болит мизинец левой руки. Все. Никаких. То есть вот однозначно. А вот когда у меня так. А, эмоции мы переживаем постоянно, правильно? Мы не можем быть без эмоций вообще. То есть эмоциональное тело каждую секунду что-то чувствует. Мы не можем определить из этого. Обратите внимание, 3-4 человека только назвали. То подумав, надо сначала подумать, да? Включить ментальное тело. И подумать, какая же у меня сейчас эмоция. На самом деле это вещи, которые можно натренировать. И четко определять. Давайте еще раз. Что у вас сейчас? Какая эмоция? Спокойствие. Спокойствие. Хорошо. Вот те, кто еще не называли. Радость. Радость. Здорово. Еще у кого что? Нетерпение. Нетерпение. Это как? Ну да. Не могу терпеть вот этого, который слева от меня говорит? Или что? Ну, что же там, что-то же делать с нами. Ага. Это ментальное тело, а не эмоциональное. А что за эмоция какая за этим? Раздражение? Да. Легкое раздражение. Да. Легкое раздражение. Когда уже делать там будет, да? Все, говорим, говорим, доделаем. Угу. Хорошо. А на самом деле мы делаем? Просто вы не обратили внимание. Я понимаю. А, я понимаю. Понимаете что? Какое тело? Да. Когда я говорю, что вы чувствуете? Человек говорит, я понимаю, что я чувствую. Учитесь. Вы знаете, ментальное тело, оно очень хитрое. Оно убеет. Часто мы говорим, заменяем пониманием все остальное. Вот, когда я прихожу на лекцию очень именитого, известного какого-то, ну, например, психолога. Тут на сцене много. И он начинает говорить очень умные слова. В какой-то момент у меня возникает иллюзия понимания. Например, если я в этой теме, да? У меня возникает иллюзия. То есть я понимаю, у меня ощущение, что теперь я. Что-то произошло, да? Что-то классное, хорошее. Хорошее. На самом деле ничего не произошло. Вы понимаете? Ладно. Как работать с эмоциями? Давайте с эмоциями начнем. Хорошо? Потом вы увидите, как. Потому что эмоции – это основа. Как только вы научились освобождаться от эмоций, вам не нужны заменители. Сигареты, шоколад, там, какие еще бывают, семечки, там, вот то, что вызывает в конечном итоге лишний вес, да? Или недостаточный вес. Это от неумения управлять эмоциями. Представьте себе, что вы у себя дома. Ну, вот у себя дома полно моете. И тогда, там, не знаю, пыль вытираете, правда? Это достаточно регулярно обычно, особенно женщины. Мужчины обычно не видят, есть ли это реакция или нет. Просто знают, что надо раз в неделю это сделать. Разницы не видят, только вот я такой, да, заходите. Но порядок мы довольно неудобный. А теперь представьте себе такую ситуацию. Я устану, у вас лежу, и тут взламываю дверь, открывается дверь, выламывается банда каких-то бандитов, не знаю, там, переворачивает все вверх, ног, не обращаясь на него лишнего внимания. С пульвера шкуряют, там, все в ней перерушат, все кушат, все кричат, шумят, переворачивают все. И уходят. У меня в доме бардак страшней, и я сидел на этой ситуации. Состояние спокойствия. Да? Ничего, как будто меня как будто нет. Они ушли, и я начинаю постепенно с глубоким вдохом, начинаю приводить все в порядок, выбрасывать осколки, выметать, новую мебель заносить, мёд, очистить, все привел, все в порядок. Прошла еще неделя. Вдруг снова открывается дверь, врывается другая банда и устраивает еще больше пива. Я опять ничего с этим не делаю. А потом открывается от ноль, ливень, град, ураган, ураган, в дно вливается просто потоки воды и заливаются квартиры. Но то, что я описываю, ситуация достаточно абсурдная, правда? Такого в жизни не происходит. Почему? Потому что я просто закрою дверь и не пущу. То есть я сделаю что-то, чтобы вот эти бакеты или этот ураган не вошли в мою квартиру. Я ценю свой труд, когда я чищу, мою и убираю. Теперь я задам вам один вопрос. А почему мы не делаем этого вот здесь? Здесь я указываю на сердечную чакру, да? Если в терминах чакру, в национальной нашей сфере. Почему мы позволяем всем, кому не лень... Здрасте, проходите. Всем, кому не лень, устраивать бардак в нашу долу? Ведь этот долг важнее. Он гораздо важнее, чем тот дом, в котором мы живем физически. Правильно? Мы в этом доме живем в первую очередь. И уже во вторую. Во внешней. Почему там мы горят? А у него здесь нет? Не умеем. Не умеем. Отлично. Не умеем. Вот давайте учиться. Не знаю. Ну, во-первых, не знают, что вообще такое. Даже мы с родителями приходим в голову, да? Вот теперь она пришла. Благодаря мне в голову. И теперь осталось... То есть, есть такой негатив. Изобрели новый грибоуборочный комбайн. Его владельцу нужно только найти гриб. А остальное делать? Остальное берет комбайн. Да, остальное берет комбайн. Так вот, об этом... Что здесь является грибом? Грибом здесь... То есть, основные. Пяти гриб. В первую очередь осознать и понять, что мы хозяева в этом доме. В этом эмоциональном доме. Я сейчас об эмоциональном теле говорю, да? Я здесь хозяин. Кто хозяин? Я. А раз я хозяин, я не допущу того, чтобы тут творился бардан. Чтобы какой-то, неважно кто, особенно если это близкий человек, Устраивал мне тут злость или обиду. Я на тебя обиделся? Зачем я врежу себя? Понимаете, что когда вы обижаетесь на кого-то, Вы устраиваете себе кавардан в доме. Сами. В своем доме. Как можно обижаться на кого-то? Окей. Да, обидели. То есть, мы не рубли. Все в порядке. Меня сейчас кто-то обидовал. Понятно, что первые, там, несколько секунд, минуту я обижаюсь. Тормально. Ну, просто я делаю потом. Есть люди, которые месяцами, надо годами носят в себе эту обью. Смакуют. 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 Делают ее больше и больше и больше. И потом удивляются, почему у них возникают болезни. В том числе смертельные. Что такое, я вчера на мастер-классе рассказывал, что такое болезнь? Это послание подсознания, которое говорит, перестань уже заниматься этой глупостью. Например, обижаться. Но человек продолжает. Как же? Причем еще и не показывает. Думает, что все мы как-то телепаты. И вот тот человек, на которого я обиделся, он должен понять. Как же, как же, как же, как же, как же он не видит по моему лицу, что я на него обижен. Он не знает, за что. Да, он не знает, за что. Отсюда мужчины. И вот тогда объяснить. Мужчины достаточно простые существа. Примитивно простые. Вот это сказать. Раз, два, три. Я тебя обидел. И за это, и за это. В следующий раз види себя вот так вот так. После этого у нас родится. Я вижу и чувствую тебя. Это стратегия здорового. Здоровый образ жизни. Который ведет, который ведет и к здоровому физическому образу жизни. Да? Физическому. Поэтому мы начинаем с эмоций. Эмоции самое главное. У меня есть курс, который называется похудение. Похудение какое? Похудение. Я все время буду. Похудение начинается с головы. А не с тела. Об эмоциях похудения. Ну вот. Я с утопитом. Об этом и говорим. Итак, об эмоциях. Как научиться управлять своими эмоциями? Очень просто, на самом деле. Гораздо проще, чем вы думаете. Просто нас это научили. Будем управлять? С таким тяжелым вздохом. Да? У кого-то радостно. У кого-то радостно. У кого-то не радостно. У кого-то радостно. У женщины просто вообще не подлаживаются. Серьезно? Неужели? Неужели? У нас же эмоции заменить негативное на позитивное. Так вам легче управлять. У вас есть чем управлять у мужчин? Бывает нету эмоций. Есть чем управлять? Не может. Насчет нету эмоций, это просто... Мужчины просто их не чувствуют. Они есть. Мужчинам просто больше этапов надо пройти. Сначала научиться чувствовать, а потом уже управлять. А женщинам уже... Ну... Им побольше. Им только научиться управлять. Управлять это не опуздывать. Это не сдерживать. Это совсем... Это полная противоположность. Знаете, иногда считаю, что управлять это вот... Вот я сейчас управляю своими эмоциями. У меня там изглазь, правда? Нет. Не покажи никому. Нет. Улыбка на лице, да? Внутри там все умеет. Это не про это. Это про то, как освобождаться. Давайте сделаем маленькую технику на тему эмоций. Хотите? Отправлять эмоциями. А потом мы посмотрим, как это связано с весом, с темой нашего мастер-класса. То есть, оно все связано. Ну, маленькое вступление для того, чтобы... Да, о, кстати, можно попросить вас чуть-чуть? У меня тогда не будет видно с двух сторон. Меня видно только с одной. Нет, нет, нормально. Это был я? Как атомный взрыв просто рвануло. Почему рвануло? Я сам не понимаю, как это возможно. Ментальное тело не понимает, как. Это я мог такое сказать, мог такого говорить, мог так взорваться. Почему? Потому что в кострюле давление создалось. Рвануло. Ну, крышку... И зря есть выражение, да? Сорвало крышку. Вот эту самую крышку с этой кострыли просто сорвало. Это лучше еще. Относительно безопасный. Ну, по крайней мере, для меня. Для другого это не так важно. А есть более опасный, более неприятный способ. Да? Не способ, а вдруг об этом может выразиться. Болезный. Сначала вчера, мы говорили, у нас так красиво. То есть, этому психосоматика будет отсюда. А отсюда вывод эту кастрюлю имеет смысл. Бребенчески чистить. Открывать. Выливать все то, что там накопилось. А на кого? А? На кого? Нет, ни на кого. Вот именно ни на кого сейчас будем делать. Вы видите, что это ни на кого. Пространство. Пространство, пространство, вселенную умеет очищать. Всякую грязь. Негативную энергию превращать в позитивную. Мы сами тоже это умеем. Но пока мы не будем учиться этого делать. Очищать кастрюлю. Да, а дальше? Вот мы ее очистили. Что дальше? Слово закрыли. И что? Там вакуум. Куда что-то наберется. Слово закрыли. О, отлично. Дополнить чем-нибудь хорошее? Положить. Положить. Да. То есть на самом деле работа... Отлично. Спасибо. Работа с эмоциями состоит... Ну, для начала, да? Начальная работа. Из двух этапов. Очистить кастрюлю и наполнить ее. Все. Просто. Примитивно просто. Очистить от негатива наполнить позитивом. Негатив это что? Приведите пример негативных эмоций. Приведите пример негативных эмоций. Услово. Услово. Услово имеется. Развражение. Ну, как и. Негатив раздражение. Негатив раздражение. Негатив не уверенно. Недовольство собой. Недовольство собой. Эмоция. Обидность. Развразжение. эмоции и вот если вы идентифицируем себе сейчас я вижу что вывести наружу от чего очистить эту кастрюлю и дальше напомнить чем давайте примеры позитивных волосы радость удовольствие удовольствие что доброта доброта это больше эмоциональное состояние какие удовлетворенность любовь нежность что вот эта энергия просто дополнял кстати если будет время сделаем медитацию покоя есть такая очень хорошая медитация которая позволяет создать состояние покоя очень хорошо вылететь окей то есть вылезть негатив наполнится позитивно сейчас беру как мы это сделаем давайте наверное знаете что я это сделаю в таком формате я покажу на пунктах а все остальные будут вот у нас это правильно называется ловить крем или ловить попутку то есть делать с нами подходит такой вариант каждый сам собой представляет то что я говорю только чуть-чуть переделывать на свой лад для своей эмоции для своей эмоции мы не ситуацию берем а эмоции окей подходит а сейчас я скажу сначала нужно если условия определенные запретаются условия такое прямо сейчас чтобы поработать с реальной вещью имеется ввиду сейчас есть какая-то негативная эмоция нам доброе хотелось бы освободиться прямо сейчас где-то было легкое раздражение да хотите что это там свет, солнце, там по идее теплую воду нам хватит тепла нет в смысле он зал поверит ааааа оставь на минуту хорошо значит я сейчас расскажу что мы будем делать а вы можете делать сами идея в чем чтобы очистить эту мудро не удастрию нужно создать некий энергетический поток который возьмет вот это раздражение и уйдет на воду а потом другой поток который не будет сначала чтобы зафиксировать что-то как пойдет этот поток я вам задам вопрос аааа вот это раздражение раздражение да и в первом теле в какой части ощущается больше всего? между глазами между глазами ну внутри да если бы это был предмет вы тоже задавайте себе этот вопрос про вашу мозгу кстати для вас если сейчас вы чувствуете полное спокойствие радость то есть все хорошо нет негативных эмоций то для вас такие варианты могут быть если есть физическая боли где-то ну даже легкую главное вы можете с ней порвать точно так же с физической боли если нет ни того ни другого все спокойно, хорошо, физически, эмоционально можете вспомнить какую-то ситуацию в которой у вас была какая-то обида или злость, раздражение и войти чуть-чуть в это раздражение ну просто чтобы научиться освобождаться окей? вспомните эту ситуацию чуть-чуть разозлиться или чуть-чуть обидеться или как вот та беда или что-то, что до сих пор влияет на вас вспоминаете его напомняете себе чуть-чуть дополниться и поработать с этим, чтобы просто научиться как это делать в дальнейшем подходит всем? я практически имею в виду спасибо за руку это мочевой пузырь на самом деле там? да там хранится? там отлично хорошо там тебе душа я хочу на самом деле это там я специально сделал слово, чтобы дать возможность потому что не ясно было а то есть вот в этой части тела а а если бы это было предмет скажем какое предмет первое что приходит в голову не было лампочка 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 в районе чего будет окей? отлично и вот там собрано вот это отлично теперь как бы вам сказать то есть идея в чем? создать поток, который это выведет на ногу например снизу или сверху в любом направлении потом как вам удобно будет? чтобы это выходило вот так энергию вот так или вот так снизу верст отлично но при этом будет полоса энергии то есть еще долго например первая вторая сейчас я объясню будет шесть точек первые три точки это точки разгона энергии четвертая точка это вот сама лампочка ну у каждого своя метафора своя у каждого есть некий предмет который вы представили да? в виде вот этой эмоции или воли физической да? четвертая точка это район ночевого пузыря пятая точка точка выхода где это выйдет? ну вот найдите на теле какое-то место через которое выйдет на порядок высотирование может быть может быть то есть оно из ночевого пузыря и выйдет отлично и шестая точка это точка вне тела где оператор очень было бы хорошо то место именно хорошо не надо выкидывать на свалку вот вам Вадим не мешай от клиента не в вагу не в костре а в месте хорошем это очень важно именно в хорошее место вывести есть можете назвать да собственный туалет собственный туалет освещает отлично теперь ну ей там хорошо будет пусть освещает отлично теперь представьте себе что вот сзади вас за лопаткой чуть дальше где-то лапочка да? представили? то есть поток энергии будет посмотрите сюда начинаться например раз два три плеточки потом еще туда четыре пять лопатки причем первые четыре внутри а пятая уже не поверхность шестая снаружи я буду называть точки и ваша задача будет перевести внимание отдельно в каждую точку когда мы переводим внимание в какую-то точку в теле что происходит? внимание это энергия правильно туда течет энергия теперь смотрите если переводим внимание в шесть точек первая точка что происходит? во вторая третья энергия начинает подниматься создается поток мы как бы запускаем поток то вот в ее случае если вы вверх и вот туда вот такой поток получается понимаете? у вас может быть другой выберите свои шесть точек три точки разгона четвертая точка где вот эта злость или или раздражение или обида или боль да? пятая точка выхода на поверхности тела например здесь где угодно на поверхности тела так чтобы это была линия не очень кривая не вот такая а линия выхода и шестая точка где этому предмету будет хорошо уметь есть ли все? да это вот так? ну отлично и сяле теперь я попрошу вас зашлить глаза а вы можете зашлить глаза и обратиться к этому предмету и обратиться вот для себя и попросить пожалуйста выйди на него Пожалуйста, освободи это пространство. Пусть в этом пространстве появится что-то более позитивное. Просто искренне попросите. Это очень важно искренне. Искренне попросите, только вы можете попросить этого людей. Кто не согласится? Если вы попросите. По-настоящему искренне. Пожалуйста, выйди. Освободи это просто. Без насилия. Просто попросите. Подвинь. Как рисунка. Как рисунка. Потому что за этим предметом, за этим симптомом есть какой-то смысл. Он не просто так там находится. Он для вас. Ну попросите его сейчас, но реально освободите. Кто же где-то, где люди стоят? Попросите. Вот этот предмет, который мы представили. Эмоция. Прошу предмет, чтобы он вышел. Чтобы он вышел. Пожалуйста, помните сейчас. Попробуйте. 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 Всполняйте. Окей? Красиво. Может быть внутри появляется какой-нибудь. Тоже будет. И сейчас я буду называть точки. Ваша задача переводить внимание на эти точки. Попробуйте. Первая точка. Чувствуете? Да? Хорошо. Вторая. Третья. Четвертая точка. Третья. Ты же там идёшь. Легко, где теле. Пятая точка. Точка выходных. Шестая точка. У меня тело помесье длинных, где хорошо это выглядит. Ваши случаи дороже. После этого, как вы включаете телевизор, выключите все, что вы представляете. Все точки, все, что вы представляете, все уходят. Беру и вывес. Или черный экран телевизор. Я буду еще несколько раз вам проговорить. Увеличивать темп. Если вы будете не успевать, вы будете увеличивать. Первая точка. Вторая. Третья. Четвертая точка. Бережите в гегативных мышцах. Пятая точка. Шестая точка. Двести. Хороший вид. Черный. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Корректор. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Первая. Вторая. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Теперь можно представить себе, как будто эти точки сливаются в единый поток. Начинается поток энергии, который течет через эти точки, постоянно усиливаясь, становясь все сильнее и мощнее, и освобождая то пространство, где был этот предмет, захватывая его с собой, выводя его наружу, как будто мощный поток воды промывает вас и вычищает, убирает все лишнее, выводит это наружу, 1, 2, 3, 4, 5, 6 экран, 1, 2, 3, 4, 5, 6 экран, потом усиливается, становится сильнее, мощнее, как бурная река, которая проходит сквозь вас и очищает вас, 1, 2, 3, 4, 5, 6 экран, 1, 2, 3, 4, 5, 6 экран, потом становится все сильнее, все мощнее, как будто бы это водопад, мощный водопад, который проходит через вас, все лишнее, все, что нам мешает, все, что напрягало, смешало, все выходит, 1, 2, 3, 4, 5, 6 экран, 1, 2, 3, 4, 5, 6 экран, можно почувствовать, как это место, где раньше был предмет вот этот, освобождается, и появляется там открытое пространство, пространство открытое для любви, для света, для радости, для тепла, но пока еще, может быть, там есть остатки этого предмета, и можно помочь ему мыть, 1, 2, 3, 4, 5, 6 экран, 1, 2, 3, 4, 5, 6 экран, потом усиливается, становится еще мощнее, еще сильнее, и он будет продолжать течь, продолжать освобождать вас с огромной скоростью, с огромной силой, освобождая от всего лишнего, от любого напряжения, от любого раздражения, от всего, что было не очень хорошо, и это выходит, и выходит, и кастрюля очищается, и постепенно, когда вывести, появляется пространство, пространство открытое для чего-то хорошее, ну, этот поток, позвольте этот поток продолжаться самопроизвольно, без вашего активного внимания, а вы в это время можете вспомнить какую-то хорошую ситуацию, в ситуацию, где вы чувствовали себя полностью открытой, где у него много внутри, много радости, и когда такая ситуация придет, вы позволите своей голове видеть, что вы это не понимаете, и это отлично, в ситуации радости, в ситуации покоя, в кожу быть еще один, да, в позитивных голосах, и сейчас я попрошу вас окунуться в эту ситуацию, так вот она происходит прямо сейчас, и прощайте любому, да, чувствуете, обращаю внимание на все детали этой ситуации, обращаю внимание как вам хорошо, так здорово, что есть эти мозги, да, чувствуете? Здорово, и можно позволить себе представить себе поток, который теперь и снаружи наполняет вас, во внутрь, жизнь этой ситуации наполняет, да, вас, во то место, где была лавочка, где будет этот пример, наполняет теперь ресурсами, наполняет радостью, любовью, спокойствием, всем тем, что подходит вам, что вам хорошо сейчас, чувствуете, как это место наполняется, да, понимаешь, наполняется этими ресурсами из этой ситуации, чем больше и больше. А первый поток продолжает освобождать, продолжает убирать все лишнее, поток продолжается, очень сильный, очень мощный, очищая, выводя наружу все лишнее, очищая это мудрый, а второй поток дополняет то пространство, которое освободилось все больше и больше, наполняет ресурсами радостью, любовью, теплом, премутевленность, ничего, ничего, и когда это пространство полностью заполнится ресурсами, те ресурсы могут начать распределяясь дальше ко всему телу, наполняя каждую метку, все, темпом, светом, радостью, любовью, позвольте себе чувствовать, как это наполняет вас все больше и больше. И можно это во втором потоку тоже позволять продолжаться, чтобы сам наполнял вас в этой ситуации и в каких-то других хороших ситуаций. А в это время я попрошу вас представить, вставать на другие глаза, как будто вы находитесь в дом, под душем, в хорошем, приятном, в горячем, зато и душем. Из тела стекает вода, очищая вас снаружи, потому что очень важно очиститься не только из других, но и снаружи, потому что через поры тела вышло много негатива, много грязи, много нехорошего. И можно позволить себе почувствовать, как по телу стекает вода. Но это не просто вода. Это вода, которая исцеляет от врагащих, которая очищает снаружи. И можно увидеть, как внизу, под вами скапливается такая темная лужа, лужа с той грязью, которая вышла через кровотину. Вода смывает, и лужа вначале очень теплая, у нее много грязи. И от нее идет ручейок, он исчезает где-то на низ, горизонт. И постепенно, постепенно в этой лужи становится вода все более чистая, более потрачная. В какой-то момент вы можете увидеть, что она уже абсолютно чистая. А он живет, как и для этого раньше, остается полная чистая. И внутри снаружи. И ручейок от этой лужи идет, когда-то исчезает с горизонта. Оставляет полную чистую лужу. И можно почувствовать, что этот процесс продолжается. Три потока. Первый поток, который вас очищает изнутри, он продолжается. Он еще будет действовать какое-то время, пока вы полностью не очиститесь. Пока не очистится, полностью удачает вашего тела, которое нуждалось в этой жизни. Второй поток, который наполняет вас Иисусом, чем-то хорошим, бесприятным ситуациям. И третий поток, снаружи поток воды, целительной воды, целительной воды, которая стекает по телу и очищает вас здоровье. И потом он будет продолжаться еще какое-то время за пределами нашего с вами общения. Какая-то часть этой внутренней работы должна быть завершена сейчас. И когда та часть внутренней работы, которая должна быть завершена, а не завершена, вы сможете посетить, не спеша, в своем темпе, вы можете возвращаться сюда. И в своем темпе в какой-то момент, когда вы можете с вами уйти в дом, это очень хорошо. Развлекте. Вот сейчас ощущение. За что я люблю НЛП? За четкую структуру и при этом трансовое состояние, то есть контакт и с сознанием, и с подсознанием, и с сознательным. У кого что-то поменялось сейчас? Какие-нибудь ароматы? Ну, не скажу, да. Кара, слабо, настили, что-то, чего не хватало, аж качает. Хорошее, только, знаете, отдохнувшее состояние, но не все никакое. Ага, медитативное состояние, как-то безмыслие, пространство безмыслие. Так, замечательно. Отлично, здорово. Да, у меня получилось тяжесть, налиты ноги, налиты руки, налиты правая стороны, а левая сторона полотная. Интересный результат какой-то. Вам это не... То есть это приятно или это не приятно? Нет, это тянет. Нескомфортно, да? Тогда просто пошлите, такой поток через все тело, и через стопы тяжесть придет в тесто. Просто представьте себе такой поток быстрой, мощной, который всю тяжесть наводит, почувствуйте легкость. Все просто. Понятна, как эта техника работает? Да? Это три потока. Первый через шесть точек очищает, можно вверх, можно вниз, с увеличением скорости. Второй наполняет из приятной ситуации, наполняет ресурсом то место, которое, в котором был символ негатива, да? И третий снаружи человек. Все просто. Сможете сами это сделать? Самостоятельно? Как найти место и вноси? Как найти место и вноси? Да, правильный вопрос. Часто мы, ну вот, когда у нас болит палец, мы четко знаем место. И что он болит? По поводу эмоций мы часто не знаем никакая эмоция, нигде она находится в теле. Это тренировка, которая достигается. То есть, вот каждый раз, когда вы чувствуете эмоцию, то есть, всегда, в любой момент, вы просто задаете себе вопрос, а где она больше концентрируется? Вот ощущения. Вот знаете, говорят, в каком горле, да? Вот обида, в каком горле. Не просто так эти метафоры. Вот оно часто в горле? Или в душе? А где душа обитает у нас? Да? Смелья, а может, ладно, поставим ему песен? Конечно. Да? В душе. Чаще всего, но не зря это сердечная чакра, да, отвечает за эмоциональные. А вы скажите, вот у меня был позвоночник здесь в песнике. Мне представилось, как, кстати, шип-то. Да-да. Ну, вот хорошо, я его вывела. А какое место, я думаю, шип-то, я могу найти с наружкой, но он был короткий. Стоп, а как вы его вывели, если вы не определили место? Нет, позвоночник. Нет, нет, место, надо заранее определить, место. Да, и шип, отлично, где шип-то будет хорошо. Вот, а чё, а чё, а чё, а чё, с этим больным? На больным его можно жить. Нет, нет, где ему будет хорошо. Я же сказала, не там, где можно жить, не там, где его разрушат. На каждом раз. Там, где ему хорошо, у него есть он сухой. Отлично. Сколько вы увидели сухой? Вы сомнежили сухой. А у меня, где мы в этом волосы, так можно? Подойдите, просите стрелы, как предметами, и только определите, куда его пристроить. Да, чтобы пристроить. Да, секунду, секунду, его надо не пристроить. Давайте, давайте будем говорить все вместе, да, по очереди. Так сложно, перекрикливайте все. Найдите то место, где ему хорошо, не знаю, растение где еще. Пусть сухой, 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 сухой. Да, да. Если ассоциативно возникло, значит, ассоциативно возникли, где ему будет хорошо. Да? Да, в общем, без братистики. Отлично. Если на песке ассоциативно написать... Надо доверять свои социальные короны. Да, доверяйте своему подсознанию, вот то, что оно подсказывает. Поэтому я не зря не говорю, обратите внимание, обратите внимание, я не говорил, какой пример, не давал пример, я не говорил, куда вылезти. Я просто спросил. И вот первая реакция, которая была, бессознательная, она самая правильная лампочка, в том числе, отлично. Ну, можно. Вот то, что приходит изнутри, то самое правильное. Не надо, вот если вы с кем-то работаете, как есть ведущие, терапевты, ведущие, которые работают с людьми, да? Один человек, кто-то еще, тоже работает. Шесть точек обязательно? Не обязательно, можно. Точки идут снизу, можно? Можно сверху, в любой поставить. То есть, и для чего нужны точки? Можно и без точек, на самом деле. Для чего точки, чтобы четче зафиксировать? Клей, было чуть-чуть. Да. Хорошо, а как завизуализировать этот поток? Просто чувствовать, начать, начать. Да, вы раскрываете вот здесь все, и вот он выливает. Отлично, да, да. Да, вы знаете, это визуализация, может быть, даже опасно. Да, немножечко. Но если этот поток идет сильнее, 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 вот, допустим. Это поток чистой энергии. Хорошо, чистой энергии. Как оно выступит? Не знаю. Каждый раз вы, за визуализировали. Конечно. Теперь обратите внимание. Обратите внимание. Мы не зря, это не у вас, это может быть картинка, у кого-то это может быть ощущение. Знаете, что люди делятся, грубо говоря, на три категории. Визуалы, то есть те, кто лучше представляют, видят, аудиалы, кто чувствует больше. Чувства, ощущения, аудиалы, то есть слышать, точнее, и киностерики, которые чувствуют. То есть у вас, например, больше представить, а у кого-то это почувствовать эти точки. И мы не зря сначала медленно, по точкам, да? Если сложно сразу представить поток. Ну, беру человека с улицы, который никогда ни про какие потоки не слышал. Энергия для него, сколько ругательства. Да? И я говорю, представь себе поток, который тебя очищает. Ну, и... А вот когда постепенно, по точкам, все быстрее и быстрее. К чему, кстати, быстрее и быстрее? Что это дает? Это... Не бывает. Во-первых, это убирает мысли, да? Мысли не мешают в этот момент. А во-вторых, это приближает к скорости работы нашего подсознания. Она работает очень быстро. И мы встраиваем новую программу, программу очищения. И если эта программа будет работать медленно, она будет строиться. Окей? А экран зачем? Кэмера. Экран. А, экран. Чтобы не было обратного потока. Обратного потока. Вот оно вышло, может пойти назад. Вот чтобы назад не пошло, очистили все, убрали. Вывели, стоп. Вывели, стоп. Вывели, стоп. Понятно, да? Вот такая техника. Экран белый, да? Не важно. Экран, не важно. Ну, не важно. Это не важно. Вот как кто-то безрадуфирует. Окей, понятно всем? Да. Идем дальше. Следующая практика. Давайте вот к... Ну, как я говорил, все, что связано с лишним весом, в первую очередь эмоции. Как только вы умеете убирать эмоции негативные, вам не надо их заедать в шоколад. Ну, например, шоколад. Понятно? Можно я задать вопрос? Да. В моей жизни была такая практика. Я всегда очень худенькая. Всегда в одном порядке. Да. Занимаюсь йогой, гимнастикой. Ага. Ну, когда я бросила курики поставить, я ела так бешеная, как белочка. У меня рот не закрывался. Я поправилась за полгода на 10 килограмм. Я была так тяжелой. И я с целью коррекции опять закурила. Понятно. Я не нашла ничего другого. Отлично. У нас сейчас нет времени подробно. Я просто... Я подойду к вам. Можете подойти ко мне. Я вам дам... Ну, я могу назвать просто технику. Есть техника в НЛП, которая называется «Шестный шагный рефрейм». Ну, я всем расскажу. Не саму технику, а я расскажу идею. Что происходит часто? Человек начинает худеть резко. То есть, садиться на диету. Например, да? Я сел на диету. Вообще-то замечательный набор слов. Сел на диету. Диета, кстати, с греческого переводится как образ жизни. А совсем не то, что мы под этим разумеваем. Ну, окей. Сел на диету. Человек... Сижу, 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 мучаюсь, заставляю себя, а я отвергну себя в руках, то чего делать ни в коем случае нельзя, если вы хотите похудеть. Это категорически запрещено себя заставлять, себя сдерживать. Нельзя этого делать. Только хуже будет, вы знаете. Потом время закончится, диета закончится, или я сорвусь и там... Но я имею в виду память, кредки. Только сколько она отдала, она обязательно... Да, да. Поэтому нужен образ жизни от диета. В нашем понимании. Что происходит? Вы фактически делаете так. Что такое диета? Это закрой рот, грубо говоря. Перестань есть. Правильно? Вы говорите, я перест... То есть вы делаете так, что перестаете есть. Подсознание, оно у нас очень умное, оно так... Меня перестали кормить, то есть тело перестали кормить. Я сделаю так, чтобы все равно тело получило свои калории. Как оно это делает? Или свое удовольствие. Потому что еда из удовольствия. Как получить замену симптома? Курить начнут. Или, наоборот, хороший курить, начнут переедать. Вот то, что вы описали. Масса... То есть замена симптомов. Почему? Потому что свято-место просто не бывает. Мы убрали что-то одно, на это место пришло что-то другое. Не обязательно лучшее. В НЛП есть техники, которые помогут на это место принести что-то другое, чтобы оно не пустым было. Понимаете идею? Вот. То есть это можно сделать, просто это достаточно... Сложно рассказать в двух словах, есть такое. Хорошо. Какой-то у нас в измиллятивном состоянии. Какой у нас на третий? Идем мне дальше. Третий? Ну, у меня был, пожалуйста, душе. Душе. А можно? Можно тоже, пожалуйста. Маленькая аннезия произошла. Убывая штормалька. Да. Доброе. Окей. Итак. Что мы делаем дальше? Дальше я хочу вам предложить одну технику, которая называется шкала голода и сыплости. Шкала голода и сыплости. Это базовый инструмент работы со своим весом. Важно. Стань стройным. Берите слово «хочу» и сделайте это в будущем времени. Нет, я стройная, это ошибка. Я буду стройная. К такому-то числу, какого-то года. Число, месяц, год. Не в 2014-м, а к такому-то числу, к 27 сентября 2013 года, я буду стройной и выразиться это в том-то и том. Например, песок будет такой. Вот прямо, лучше потом, прямо сейчас или потом записать на бумаге. Формулировка невероятно важна. Каждое слово критически важно. Буду иметь. Я сейчас не хочу объяснять, почему. Хотя бы потому, что если вы говорите «я стройная», и сами в это не верите, то вы сами себе привыкли. И подсознание не выполнит вашу силу. Я буду весить или мой вес будет. Я буду весить или мой вес будет. Да, но это очень важно. Да, но к такому-то числу, какого-то года у меня будет. И дальше представить себе, визуализировать, перепражать. Окей? Давайте. Чуть-чуть. Это быстро. Представьте себе себя такую, как вы, в какой вы проведете себя увидите. Представили? Только коллекция визы, да? Но другое, или нужно что-то. Что-то хорошо. Но сейчас я буду делать это для лица, а вы можете переформулировать на себя. Окей? Представили себя такой, не только внешний, но и внутренний. Какой, какого вы хотели бы себе видеть идеальный? С идеальной фигурой. И не только фигурой, но и внутри. Теми качествами, которые вы бы хотели видеть. И скажите себе внутри. В таком-то числу, у вас есть это число. В таком-то году. Меня будет, я буду выглядеть вот так. Ставьте себе какую-то дату, так, чтобы это было с опасом. Точно это произошло в таком-то году. Если нет даты, поставьте. Очень важна дата. Число месяц идут. А не просто через два месяца. Именно с датой. Сделали? Представили? А теперь представьте себе, что вы, вот вы видите себя перед собой в будущем, да, такое. Видите? Начните идти туда, к этой женщине. Вперед. Воображение. Дальше закрытые глаза. Хорошо. Просто идите к этой женщине, постепенно, как бы становясь старше, на день, на два, на неделю, таким образом, как бы идя по времени в будущее, приближаясь к ней, наблюдайте, что происходит по дороге. Как постепенно ваш вес меняется, ваши качества меняются, ваш образ жизни меняется. Наблюдайте за этим. Просто наблюдайте, что происходит по дороге. Пусть ваше подсознание подскажет вам эффективные способы, как вы идете туда. Может быть, они вас уделят. Некоторые идеи или мысли, которые появляются по дороге туда, будут удивить вас. Потому что подсознание ваше знает самые лучшие способы именно для вас, которые подходят не всем, а именно вам. И для того, чтобы прийти к этой цели. И постепенно, постепенно вы приближаетесь к этому месту, к будущему, которое уже становится настоящим. Где у вас, где вы выглядите так, как вы хотели выглядеть. Сейчас откажитесь в этом месте. И побудьте в нем. И почувствуйте себя. С тем весом, с теми ощущениями, о которых вы мечтали. Помните тогда? На мастер-классе? Там фестиваль, который вы давали. Я не знаю, когда это было. Ну, неделю назад, месяц, вот, несколько месяцев, несколько недель назад. Ну, это было. Помните? Там был мастер-класс на тему лишнего веса. И вот только эмоции с Борисом. Тогда вы хотели изменить свой вес. Ну, или чтобы другое изменить в себе. Сейчас у вас это получилось. Почувствуйте радость и удовлетворение, потому что это получилось. Позладитесь этим. А теперь... Теперь я попрошу вас, оставаясь в этом месте... Ясно. 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 Оставаясь в этом месте, закрытые глаза. Пойти в магазин одежды. В большой магазин одежды. И начать выбирать себе новую аренду. У вас другая фигура. Вы выглядите по-другому. А те, кто работает с чем-то другим, хотят только вы выглядите. И купить себе все самое лучшее, что вы выглядите. Выбирайте. Позвольте себе выбрать хорошую одежду, красивую. Которую соответствует вашей идеальной фигуре. Побудьте так. Пусть это будет большой супермаркет одежды. Может быть, даже... Вы пойдете в один, потом во второй, потом в третий. Насладитесь этим. Я знаю, что женщины любят выбирать одежду. Позвольте себе эту радость. И наполнитесь этим состоянием радости. Того, что вы теперь другая и внешняя и внутренняя. Может быть, вам захочется выбрать себе купальник, потом пойти на пляж. Вы увидите, как мужчины оборачиваются в вашу сторону. А может, им нравится ваша фигура. А может быть, как-то по-другому. Может быть, вы просто перед зеркалом вдруг наслаждаетесь тем, что вы видите в зеркалке. Нам это нравится. Позвольте себе наполнить с этой радостью. И теперь, когда вы этого достигли, вы понимаете, что очень важно сохранить это. Иногда сохранить сложнее, чем достигнуть. Особенно, когда вы не понимаете. И вот сейчас самый важный момент. Продолжайте идти в будущее. Вот той линии, по которой вы шли. По линии на линии. Посмотрите, как вам удается поддерживать это состояние. Без напряжения, без того, чтобы насиловать себя. А вместо этого наслаждаться процессом правильного питания. Процессом, может быть, спортивных каких-то занятий. Как у вас это получается? Как вы внедрили это в свой образ жизни? Вы создали образ жизни, который позволяет вам себя так чувствовать. Позволяет вам оставаться в этой форме все время. Всю вашу жизнь. Чувствовать себя легкой. Чувствовать себя свободной. Сохранять те качества внешне и внутренне, которые вы достигли. Вы продолжаете идти и дальше. Наполняя этими ресурсами, этими опытами, этими знаниями свое будущее. Позволяя себе быть в этом. А если что-то нужно изменить, вы это меняете. И сейчас, я досчитаю до трех. Когда я досчитаю до трех, вы сможете вернуться к настоящему. Позволяйте, давай. Раз. Два. И оставаясь с закрытыми глазами, почувствуйте себя здесь, в этом зале, с тем, с чем вы хотите поработать. С той целью, которую вы теперь поставили не только к сознанию, но и к подсознанию. Отправили ее. Эту просьбу. О нужном весе. О нужных качествах, которые вы хотите. И скажите себе еще раз, к такому-то числу, к такому-то года, я буду вот так выглядеть. И я смогу это сохранить на всю жизнь. Скажите мне себе. И теперь вы знаете, о чем вы говорите, потому что вы это прожили. И ваше подсознание получило четкие указания, куда двигаться. Оно теперь знает, что именно приходить. Значит. И поблагодарите его сейчас. Обратитесь внутрь себя. Поблагодарите себя. За то, что вы оставили эту цель. Оно будет помогать вам двигаться вперед. Крайному направлению. И после этого постепенно возвращайтесь сюда. Если сейчас позволите тебе вот этот глубокий вдох. К глазам открыться. Добавляйте сюда полностью присутствующим. Чтобы сделать еще одну технику. Кто-то хотел практику, да? Вот. Достаточно. Сейчас сделаем еще технику, которую я упомянул, но вы еще будете сделали. Которая называется шкала головосыкости. Но всегда любую вещь, с которой мы начинаем работать в НЛП, это всегда поставить цель. Почему? Понятно почему? Потому что если я делаю миллион разных тех и практик, и я не знаю, куда мне плыть, вышел в море, на корабле, и не знаю, куда мне плыть, я буду... Какая проблема с поставлена за целью? Вот нет четкой целью. Правда, это понятно? Например? Ну вот я четко не могу сказать, объяснить себе, зачем я хочу. Есть и нет. Если вы объясняет, зачем вы хотите, значит, вы не хотите, если вы хотите, поменяйте цель. Если сложно объяснить себе, зачем, то, скорее всего, это не вы уместяете, а ваши родители или общество за вас. Так что цель, у нее есть два качества. Она относится к себе и переживается радостно. Есть и нет. Правда, это не моя цель. Правильно. И если она относится не к себе, а к мужу, другу, ребенку, неважно, к кому-то другому, это тоже не ваша цель. Давайте заниматься собой. А если вы хотите изменить другого человека, найдите способ изменить себя так, чтобы он тоже изменился. Окей? Так что цель относится к себе и переживается радостно. Когда я не думаю, вот вижу радость, да? То есть очевидно совершенно. Тогда это моя цель. А когда я не надо, это вода битвы, я не надо похудеть, я не надо, это моя цель, чертвы, не получится. Если получится, то на короткий срок потом станет другим. Поэтому ставьте цели позитивные, которые вам нравятся. Или найдите способ сформулировать так, чтобы была мотивация. Окей. Шкала голода с сытостью. Готовы? Обещу. Опять и транс. Но только перед этим я расскажу сначала. Немножко. Вот у меня здесь нет доски, поэтому я нарисую, буду рисовать руками в пространстве. Делать какие-то пассы руками. Окей? Представьте себе горизонтальную шкалу. А те, кто рисует, пишут, могут записывать. Но записать можно, не записывать. Эту визуализацию вы запомните и так, не обязательно писать. Смотрите в вышли. Визуальная шкала от минус пяти до плюс пяти. Минус пять с одной стороны, плюс пять с другой, и соответственно минус четыре, минус три, минус два, минус один, ноль, один, два, три, четыре, пять. Есть? Представили? Сектор от минус двух до плюс двух, покрасьте в зеленый цвет. Сектора от плюс трех до плюс пяти красные и от плюс трех до минус трех красные. То есть края красные и середине зеленой. Минус два, плюс два. Минус пять красные? от минус 2 до минус 5, красного, то есть края, края этой шкалы, начиная с трех, да? А между двух и трех что? Нет, с двух. Начиная с двух. От двух до пяти плюс, и от двух до пяти минус красный. Понятно? Посередине, деленное, минус 2 плюс 2. Я думаю, вы догадываетесь, что это за шкала. Минус 5, это сильнейший голод, который вы можете себе только вообразить. Плюс 5, это сильнейшее переедание, которое вы можете себе вообразить. Полезно находиться от минус 2 до плюс 2 всегда. Никогда не выходя за рамки, особенно в минус. Это ошибка очень многих людей, которые пытаются похудеть. Я себя ограничу, я не буду есть, я сдержу себя. В итоге, минус 2, минус 3, минус 4, жуткий голод, он взрываетесь и плюс 5, да? Так вот, чтобы этого не было, всегда минус 2 до плюс 2. Чуть-чуть трёхий голод обязательно поесть. Ни в коем случае не оставаться на воде. Никогда. Но поесть немножко, чтобы не выходить за рамки плюс 2. Как поесть немножко, не выходить в минус 3. Есть часто. Стоп, стоп. Ну, есть часто, много, немножко, понемножку, это все знают. Кстати, я не буду здесь рассказывать про калории, про какие-то продукты питания. Я в этом ничего не понимаю, понимать не собираюсь. Мне это не нужно. И вам не нужно, если вы хотите. Это вы знаете лучше меня, я уверен, особенно те, кто занимались своим питанием. Лучше меня знает. Вы не правили здесь. Мы про голову, а не про телу. Ну, далеко. Ну, да. Типа. Ну, это пока в теории. Минус 2, плюс 2, да? Давайте сделаем на практике. Потому что одно дело понимать, что такое шкала, да? В каком? В ментальном теле. А другое дело в эмоциональном теле, да. В физическом. Давайте встроенную шкалу. Чтобы у вас она работала как барометр автоматически. Вот, вы знаете, у меня, например, встроена с детства почему-то, я ее не устраивал, шкала температуры. Если у меня поднимается температура, там я заболел, например. Если у меня поднимается температура, я всегда знаю, мне не надо ее измерять. Я знаю. 37,2, 38,3. Четко. Можно проверять. А дальше так же, если вы встроите себе шкалу головы, можно будет измерять, но четко будете, четко знать. Субъективно для вас, где вы сейчас. Минус 1, плюс 3, плюс... Вот, четкий рамок. И ваше подсознание вам просто будет подсказывать. Ты сейчас вот в этом месте шквы. Вы будете четко знать. Стоит твоей студии стоит. Окей? А дальше, если у нас останется время, я покажу, как сделать так, чтобы не есть того, чего не надо. В этот момент. Когда вы в плюс 2 и выше. Да. Давайте со шквы начать. Сколько у нас времени есть? Вот. Там все равно будет перерыв. Там все равно будет перерыв. Потом еще где-то час будут рассказывать, что и зачем. Не, рассказывать мне надо. А, а потом еще полвторого. Полвторого начинается линейка? Да. Полвторого. 10 минут всего есть. 10 минут всего есть? Да, у нас слишком. Нет, ну мы уже воздали на час. Мы сейчас... Мы начали участвовать. Да, на час позже начали участвовать. Понятно. Так, ладно. Давайте сделаем шкалу. Нам хватит 10 минут. Надо убить активный инструмент. Хорошо. Можно сесть на дом, почувствовать себя комфортно. Сейчас иногда некоторые неприятные переживания, но не на другом. Окей? А вот они эффективны. Это правда просто для эффективности. Итак. Закрыть глаза. Можно и представить себе... Ну, лучше. Закрытили. Кому комфортнее. Например. Можно представить себе, почувствовать... Вспомнить ситуацию или ощущение, когда вы абсолютно нейтральные в плане. Вы не голодные лица. Не голодные лица. Ровно посередине. Сейчас тяжело. В полной тишине. Сейчас мы будем двигаться по этой шкале во все стороны. В полной тишине. Позвольте себе почувствовать. Как это, когда вы ровно посередине. Нет, не голодные лица. Ровно посередине. И представьте себе эту шкалу. И позвольте себе опуститься на нее в отметку нулевую. И почувствовать вот эту отметку ноль. Место ноль. Место ноль. И ощущение ровного, не голода и не сытости ровного посередине. Теперь вы начинаете... Вы немножко что-то съели. Чуть-чуть. И вы передвигаетесь к отметке плюс один. Эта сытость у нас очень-очень легкая. Еще не достаточно для комфортной сытости. Не достаточно. Мы съели совсем чуть-чуть. И можно почувствовать вот это ощущение легкой сытости. Плюс один. Позвольте себе почувствовать. Плюс один. Проживите это состояние. Плюс один. Легкая сытость. Очень-очень легко. И соединитесь с этой отметкой шкалы плюс один. Зеленая отметка. Плюс один. Проживите это состояние. Плюс один. И опуститесь в эту точку как бы внутри себя. На этой шкале. Опуститесь в эту точку плюс один. И проживите ее. Время проходит. Вы съели еще что-то. Вы поели. Поели комфортно. Хорошей или здоровой пищей. И сейчас у вас комфортная сытость. Вы не съели ничему лишнюю. Вы ровно съели столько, сколько вам нужно вашему организму. Знаете такое состояние наверняка? Я попрошу вас сейчас его почувствовать. Прожить. Вот как это? Когда вот ровно столько, сколько нужно. Вы сыты. Но не больше, чем нужно. Ничему лишнюю. Хорошая комфортная сытость. Плюс два. Можно прожить это состояние плюс два. Опуститься в эту точку шкалы и перепрожить. Прочувствовать, соединить себя. Это ощущение с этой точкой шкалы плюс два. Дальше вы поели еще. Хотя не надо. Это уже было лишнее. Вы съели еще что-то и у вас ощущение легкого переедания. Тоже наверное знакомо. И вот это легкое переедание, позвольте себе его почувствовать. Плюс три. Вы переедели немного, но переедели. Плюс три. Это уже было лишнее. Не стоило есть вот этого лишнего. Но вы это сделали и сейчас чуть-чуть тяжесть в организме. Вот почувствуйте ее и соедините это с отметкой плюс три. Проживите это. Плюс три. Красное деление шкалы. И уже на красной зоне. Соединитесь с этой красной зоне. С этим делением. Опуститесь в него на шкале. В это место. По какой-то причине вы продолжаете есть. И это уже не комфортно. Вы сильно переедете. Плюс четыре. Сильное переедание. Еще не очень сильное, но сильное. Очень много. Вы... Ощущение тяжести. Большой тяжести. Вы съели очень много лишнего. Почувствуйте вот эту тяжесть внутри в желудке. Когда... Когда очень много. Очень много лишнего. И вы это чувствуете во всем теле. В эмоциях. Во всем. Соединитесь. Вот это... Соедините это ощущение с отметкой шкалы плюс четыре. Красная отметка. Опуститесь на эту отметку. На шкале внутри себя. Прочувствуйте вот это ощущение вместе с этим делением на шкале. И по какой-то причине вы съели еще. И вы переели так, как вы не переедали, наверное, никогда. Невероятное переедание. Дышать тяжело. Невероятная тяжесть. Очень много съели. Очень много лишнего. Это крайняя ситуация. Почти никогда такого не было. Но это совсем жуткое переедание. На секунду, на пару секунд почувствуете это совсем ненадолго. Проживите это и соединитесь с отметкой шкалы плюс пять. Вот это ощущение невероятного, жуткого переедания, тяжести, тяжело дышать. Вот все вот это. Плюс пять. Побудьте там на этом делении шкалы несколько секунд. И... Время проходит. Постепенно уменьшается это ощущение. Вы доходите на плюс четыре. Тоже переедание. Сильное переедание, но не такое. Вы уже там были на этой шкале. На плюс четыре. Проходит еще какое-то время. Вы не поели. И... У вас есть все еще ощущение переедания, но легкого. Плюс три. Проходит еще какое-то время. Плюс два. Это уже комфортная смесь. Та, который... Максимум, в котором не нужно находиться. Проходит еще какое-то время. Плюс один. Легкий. Легкая смесь. Можно даже что-то съесть небольшое в этот момент. Проходит еще какое-то время. Ноль. Ровные ощущения. Вы не молоды и не суты. Никак. Ровно посредине. Легкого голода. Еще время. Прокуда. Может быть час, может быть полчаса или еще какое-то время. У вас появляется ощущение легкого голода. Очень-очень легкого голода. Еле заметного. Минус один. Позвольте себе почувствовать ощущение минус один и соединиться с этой точкой шкалы. Чтобы опуститься туда. Переброжить. Прожить это состояние. Минус один. Ощущение легкого голода. Как это ощущается? Как это переживается? Тяжело. 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 Проходит еще какое-то время. По какой-то причине вы снова не поели и ощущение минус два. Голод. Вы голодны, но комфортный голод. Тот, в котором можно находиться нормально. То время, когда стоит поесть. Но вы пока не видите. Оставаясь в состоянии его голода. Ну вот этого. Комфортного голода. Минус два. Соединитесь с этой отметкой шкалы. Проживите ее. Минус два. Как это ощущается? Как вы это чувствуете? Опуститесь на эту отметку шкалы минус два. Проходит еще какое-то время. Вы не поели. Это уже не комфортный голод. Это уже достаточно неприятный голод. Минус три. Вы голодны. Не очень сильно, но голодны. Вот сюда уже заходить не надо. Но вот сейчас так получилось, что вы зашли на эту красную зону. Минус три. По какой-то причине вы не ели долгое время. Минус три. Почувствуйте это состояние и опуститесь на это деление шкалы. Минус три. Соединитесь с ним. Почувствуйте его. Проходит еще какое-то время. По какой-то причине вы продолжаете оставаться голодными. Минус четыре. Очень сильный голод. Позвольте себе прожить очень сильный голод сейчас. Почувствуйте его. И опуститься в этом состоянии на отделение шкалы минус четыре. Когда вы голодны. Реально голодны. Готовы съесть слона. Действительно сильный, очень сильный голод. Соединитесь с этим делением шкалы. Проживите его. Опуститесь на него. И проходит еще какое-то время. И вы сейчас невероятный голод. Самый сильный, который вы испытывали в жизни. На несколько секунд испытаете его. Проживите вот это состояние. Очень-очень сильного, невероятно сильного голода. Когда просто вы очень долго не ели. И сейчас окажитесь на отделении шкалы минус пять. Очень некомфортное. Очень неприятно. Минус пять. Проживите несколько секунд это ощущение. Соединитесь с этим красным делением шкалы минус пять. Это крайней ситуации голода. И потом вы съели что-то маленькое, что-то легкое. И доходите до минус четыре. Потом съели еще что-то. Минус три. Мы уже были в этом есть. Это еще некомфортный голод. Съели еще что-то легкое. Минус три. Минус два. Это уже хорошее место. В районе минус два поставьте, пожалуйста, колокольчик рядом со шкалом. Пусть у вас будет колокольчик. И попросите подсознание позвонить в этот колокольчик. Каждый раз, когда вы будете выходить за пределы минус два. То есть будет голод больше, чем дружно. Чтобы он вам звонил и тут же померял. Попросите себя. Пожалуйста, подсознание. Подскажи мне, когда я буду минус два. Вы продолжаете есть. Мы что-то поедем. Минус один. Снова можно переброжить состояние минус один. Ну. А сейчас почувствуйте, где вы на шкале на самом деле сейчас. Настоящий. Просто почувствуйте. Отметьте с ним. А теперь еще одна маленькая визуализация. Представьте себе мусорное ведро. Большой мусорной корзин. Ведро. Куда вы красот достаточно больше. И поставьте эту корзину в секторе от плюс два до плюс три. Рядом с этой линией, с шкалой голода-сытости, в секторе от плюс два до плюс три. И поставьте мусорный газ. И колокольчик на плюс два. Чтобы ваше подсознание позвонило вам в колокольчик, когда вы переходите границу с ними немножко лишним. И после этого, позвольте себе постепенно, не спеша возвращаться сюда, здесь и сейчас. Сделаем глубокий вдох. Только закроем дверь. Сделаем глубокий вдох и вернуться сюда и почувствовать, как эта шкала внутри вас встроена. И теперь вы четко знаете, где вы находитесь в этой шкале. Есть такое ощущение, что это теперь работает? Будет работать, да? На ощущениях. Конечно. Ну, извините. Пока мы поедем до ощущения плюс два, то мы нарядимся, похоже уже станет все пустыми. То есть, в связи, приходит несколько больше. Отлично. Пару советов. Уже. Несколько советов. Мы на этом будем завершать, потому что сейчас уже начинается линейка, да? Зачем мы поставили мусорную корзину? Даже не советы, а практику. Я вам дам очень тяжелую практику. Очень. Предупреждаю. Она очень непростая для большинства. И если вы ее сделаете, вы очень многое измените в себе. Война. Так представьте себе ситуацию. Вы идете в холодильнику или там на кухню, чтобы что-то съесть. В этот момент ваше сознание подсказывает вам, вы сейчас, например, плюс два и выше. То есть, вам не надо есть. Да? Но вы уже пришли. Что делать? Что делает большинство людей? Ну, так. Стоп. Мне не надо есть. И возвращается. Я вам предлагаю эту практику. То, что вы собирались съесть. Например, вы готовите шоколад или что-то еще. Вы достаете из холодильника и выбрасываете в мусорное ведро. Я сказал, что практика тяжелая. Свежий продукт. Послушай, у нас мало времени, поэтому давайте без решений. Вы просто выбрасываете в мусорное ведро. Вы просто выбрасываете в мусорное ведро хороший продукт. Не возвращаясь. Не возвращая его в холодильник, не достаньте и выбросите. Таким образом, вы приучите свое подсознание. Каждый раз, когда вы попустили, вы будете выбрасывать не в это мусорное ведро, а в это. Потому что, если вы плюс три по шкале, и вы едите, вы используете свое тело вместо мусорного ведра. Задайте себе вопрос, кого вы уважаете больше, его и всего. И это поможет вам выбрасить свежий продукт. Два-три раза. Два-три раза. И это будет работать на автомате. Вы не подойдете к холодильнику. Подсознание не пустит вас. Да? Если бы это плюс три. То есть, сыты. Окей? Пареньки, я знаю, что это не простая практика, но почему-то. И подсознание не простая. А этот продукт как раз принесет вред. Почему он принесет? Да. Да. Он вред. Его место в мусорном ведре. Вы просите его тоже. Это небольшие деньги вы потеряли. Но а то того стоит. Привычку заклеить. Да. Это очень быстро. Да. Это один совет. Кроме того, еще один маленький совет. Вы кладете себе тарелку с едой, да? Наполнили тарелкой едой. А дальше. Рядом ставите вторую тарелку. Делится ровно пополам. Половину откладываете на вторую. Ставите ее в холодильник там или куда. и съедаете первую половину. И лучше не спеша, постепенно, смолкует. Но это все, знаете, на любви. И потом дайте, подождите минут пять-десять. В сумме это получится минут 15-20. Спередание первой части, да? И потом, если захотите, съешьте вторую часть. Ну, скорее всего, не захотите. Потому что насыщение приходит просто. Так вот, говорят, что нужно есть мед. Если у вас получается, хорошо. Но у меня, например, не получается есть мед. Просто не получается. Я не стараюсь себя насиловать. Я буду есть быстро. Потому что мне так комфортно. Но половину я откладываю. И я эти 20 минут таким образом получаю. Да, что я съел половину. А вторую половину, если захотел, через 20 минут. Чаще всего не захотел. Вот такой маленький совет. Окей? Понятно, что мы очень поверхностно работали с этим. Мы какие-то поверхностные вещи. Но при этом вот эта техника шкалы, она очень глубокая. Она теперь будет работать. Будет работать. Конечно. Если недостаточно, укрепите ее себе. Сделайте те же шаги, что мы уже сделали самостоятельно. Ребят, голод такой ощутился. А, да? А, да? Ну, не дай мне еще сделать. Окей. Просто сделайте ее еще раз, если недостаточно. Так, встроилась. И после этого у вас автоматически это работает. Колокольчики будут звонить на минус 2, плюс 2. Стоп. Поехали обязательно, если минус 2. Хватит. Есть, если в плюс 2. Есть такая техника наукивзмах. Сейчас уже не успею дать. Может быть завтра на внутреннем ребенке. Завтра в 11. Здесь будет работа с внутренним ребенком. С эмоциями тоже. Возьмите. Те, кто придут, вы запаситесь салфетками. Очень много эмоций будет при встрече со внутренним ребенком. Ну, я не знаю, как я вам дам эту технику. Но, в принципе, есть техники в науке. Техника взмах, которая вот на конкретный продукт ставит. Не то, что не запрет, а не хочется. Вот если пристрастие какое-то особое. Шоколад, хлеб. Чему-то. 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 То ставится... Организм перестает на ухотеки. Можно сделать так. Причем, это экологично. То есть, это подходит. А когда объясняется? Значит, потребность? Потребность заменяется. Окей. Это совсем вкратце. Сейчас, наверное, здесь... То есть, не наверное, точно. Здесь будет мастер-класс. Вадима Фамина у коллеги. Он сейчас объявит, что там будет. Приколеть, навели его. Завтра утром, днем и вечером тоже у нас мастер-класс. Утром и вечером у Вадима. Днем у меня в 11. Тоже приходите. Встреча с внутренним ребенком. Это, наверное, самое глубокое. Самое интересное из всего, что я здесь даю на товаре. Кроме того, там есть писки. Там все гораздо более подробно. В том числе, по поводу веса. Медитация или там беседы? Там практика. Там только практика. Посмотрите, там прайс, естественно. Весед оранжевый. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.